Нездорово, а здорово! Среду среды Невзорово! Нездорово, а здорово! Среду среды Невзорово! Невзоровские среды! 2105, это действительно Невзоровские среды в своем традиционном составе. Ольга Журавлева из Москвы, из Петербурга, Виталий Дымарский, Александр Невзоров. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Оленька. Мы в Гильвеция, у вождя Большое Перо, у Юниса-то и Мурханлы, потому что если бы он был у нас, у Каманчи, с его писательским даром, у него точно было бы имя Большое Перо. Он все время пишет, но, надо сказать, делает это неплохо. 25-го здесь будет другой литератор, тоже великий, Буков, да, и он будет на дилетантских чтениях. Здесь 25-го числа, в день рождения Исаака Ньютона. Я думал, что походить про католическое Рождество. Ну, это нас мало беспокоит. Смотри, Оль, я, значит, пытался сегодня... Дмитрий Быков, а сказали вообще, кто-то будет... Что? Да, да, великий писатель Дмитрий Быков. Я все помню, у меня все записано. Да, я пытался сегодня найти какие-нибудь приличные новости, то есть новости, не пропитанные откровенной похабщиной и каким-то сексуальным подтекстом. У меня это не получилось. Не я виноват, скажем так, в том информационном безумии, которое нас ждет в течение ближайших 45 минут. Я действительно не нашел ни одной относительно приличной новости. Поэтому, Оленька, пристегнитесь, дорогая моя. Я сейчас пристегнусь обязательно. Я просто хотела сказать, что тут один слушатель у нас в чате Ютьюба пишет, а знает ли Невзоров? И дальше приводит одну из новостей. Уверяю вас, дорогие радиослушатели, Невзоров именно это все и знает. Он знает практически все. Он как Путин, даже лучше. Так, в общем, короче, пристегнитесь. Как было выяснено еще Дарвином и хорошо отформулировано господином Моррисом, все, абсолютно все человеческие поступки, даже самые сложные, многоходовые, многосоставные, их можно объяснить с точки зрения простой зоологии. И, как правило, это вечная конкурентная игра самцов между собою. Но на этой неделе не только Путин и Трамп, то, что называется, мерились у кого скрепа толще. Скажу одно, что вот среди всех тех, кто на этой неделе мерился, есть один реальный большой победитель. Это не Путин и не Трамп, хотя и Путин и Трамп, в общем, довольно изящно показывали друг другу свои скрепы. Но они остались в аутсейдерах. Они не лидируют в этом рейтинге. Не им принадлежит призовое место. Абсолютный победитель. А вот я хотел бы, чтобы слушатели Эхо тоже вместе со мной угадали бы, кто же этот победитель и кто на этой неделе продемонстрировал самую убедительную скрепу. Самую мощную скрепу. Такое есть. Мы не договаривались, но я знаю. И он прекрасен. Я обязательно назову этого героя в конце, но я надеюсь, что кто-нибудь его угадает. Мы будем следить. На конкурс, на рейтинг этих скреп с конца. То есть рассмотрим этот шорт-лист с явных таких аутсайдеров. Но вы знаете, что в Уфе продолжается адский водевиль под названием, как справедливо было замечено моими читателями моего инстаграма, изнасиловики. И этот водевиль уже приобретает волшебные абсолютно свойства. Но в Уфе, в отличие от того рейтинга, о котором говорим мы, рейтинг обратного характера не такой, как у Трампа, у Путина. Там герои как раз меряются, у кого скрепа тоньше и меньше. И, соответственно, он меньше вреда причинил потерпевшей. И там насильники, эти милиционеры волшебным образом приобретают алиби. И также загадочно волшебно его утрачивают. Алиби рушится, выясняется, что вроде бы покинув попоечную до изнасилования, они все-таки ухитрились каким-то образом забрызгать девушку своим биологическим материалом. И версия о непорочном изнасиловании обрушилась. Потом всплыли важные всякие обстоятельства. Выяснилось, что это групповое изнасилование было строго воспитательной мерой. И дознавательницу просто наказывали таким образом за плохое поведение. Интересно, я посмотрел, что за последний год по местному УВД было вынесено примерно 90 взысканий за плохое поведение. Интересно, вот каждый ли раз воспитательная работа велась через глубокую пенетрацию. Причем провинившиеся в основном это лица мужского пола. Но теперь пока что погононосные насильники, они состязаются, у кого скрепа меньше. И как я знаю, сейчас очень интересно, в деле всплыли уже справочки о хронической импотенции. И даже о предельно малом орудии преступления. Вы подумайте, вообще какая-то жуткая картина, Оля. Представьте себе, как должен багроветь и свирепеть полицейский, милицейский полковник в момент, когда осматривается его орудие преступления, линеечка, штангенциркуль, фотоаппарат. Как фиксируется этим, занимаются его подчиненные. Александр Ильич, ваша богатая фантазия. Рычать. И не только моя. Вот генерал со спущенными штанами, багровые от ярости. Это отдельная песня. Мечты, мечты. Но вообще там все очень квалифицированно и очень грамотно врут, потому что всеми обвиняемыми прекрасно используется личный опыт оперативно-розыскной работы, знание всех процессуальных тонкостей, прекрасно идеально работает круговая порука, все трясут наградами, характеристиками. Вот вы, Демарский, так улыбаетесь, потому что вы, судя по всему, за этой милицейской драмой не следите. А я слежу. Мне очень внимательно. И знаете почему? Мне интересно, кому в результате дадут герои России. Из них. Конечно, да. Но, как я уже сказал, это аутсайдера. Но вот на этой неделе у кого скрепа толча, выясняли еще и моряки. Украинские баркасы по Балтийскому морю, они не ходят. Но моряки-балтийцы не отсталят черноморцев. И даже тоже нашли свои, как бы, новые ворота. За неимением буксира они врезали по канту. Причем, беднягу Эммануила били действительно, как украинский буксир. Перед замерзшим и замерзшим строем скукоженный адмирал ему припомнил этому мерзкому Эммануилушке все. Да, вице-адмирал, конечно, наверное, в этом и дело, что неполный. Канта обвинили даже в измене родине, в уклонении от призыва, в подозрительной связи с какой-то кафедрой, перед которой он ползал на коленях, ее домогаясь. Но, в общем, не расстреляли рядового Канта по чистой случайности. Вот вице-адмирал и получит героя. Ну, подождите, он заблаговременно помер, но вообще нет. Вице-адмирал, не Кант. Понятно, понятно, но вы представьте себе, какова была бы судьба Канта, окажись он в Балтфлоте. Теперь понятно и известно, кто всхлипывая день и ночь драил бы гальюны настойком и бойком, это главные корабли Балтийского флота, и даже чистил бы не зубной щеткой, а зубочисткой. А адмиралы бы его навещали, лично следили бы, чтобы у этого Паганца не было времени писать свои дурацкие книжки и изменять Родине. Но вот как после этого всего не восхищаться развитым путинизмом? Я не понимаю. Я действительно восхищен, потому что это все великолепно. Вот где бы мы еще могли бы получить такой, с позволения сказать, кулинан воинствующей серости, да, самый лютый и примитивный солдофонщина? Ведь это же все кажется абсолютно нереальным, Оля, а это наша с вами жизнь, это наша с вами реальность, да? Мне уже кажется, это реально. Да, вот Кремль тоже, он прячет глазки, ковыряет стол пальчиком Пескова, делает вид, что он ни при чем, но понятно, что именно он вдохновитель адмиральского бреда, что если бы вот эта замшелость, дикость, вся эта патриотическая держемордовщина не была бы трендом, который именно Кремль транслирует в каждую уже изувеченную фуражкой головы, понятно, что и адмирал бы тоже остерегся и не произносил бы таких речей, потому что, в общем, тема, скажем так, для него неожиданная. Если бы, кстати, еще этот бедняга знал, как над ним и в Кремле ржут, ему бы совсем стало кисло. Но это в частности, потому что все это прекрасно и Салтыков-Щедрин, и Свифт, и другие вот изучатели идиотизма Хома, они не могли похвастаться такими перлами, такими крупными карбунками чистого маразма. Ну почему? Кое-какие ассоциации иногда с литературой возникают. Про Вица Адмирала тоже там вспомнили несколько литературных аналогов. Понятно, но, Оля, сценаристам, сатирикам за такие вот выдумки платят огромные деньги, а здесь это все вот прям с генеральского плеча. Вот если в этой истории есть что-то действительно печальное, так это только то, что из сотен промороженных морячков, которые стояли перед Адмиралом, никто не то что не заржал, но даже не улыбнулся, хотя бы как-нибудь тайно, я внимательно пересмотрел пленку, что там всякие листовочки, что там красочка на могиле, адмиральские пятна на могиле Канта будут теперь гораздо ярче. Но, повторяю, никто не заржал, адмиральская тупость никого не рассмешила, но попутно, в общем, был посравлен еще и Хокинг, и Эйнштейн, и все творцы там гипотезы Бориогенеза, и разговоры о мультивселенной, потому что понятно, что рядом с нами вызрела какая-то особая вселенная, абсолютно параллельная нам вселенная, где фальсифицировано все. Фальсифицирована даже сама фальсификация, фальсифицирован там патриотизм, державность. Но пока, в общем, Балтфлот победил, и знамя тупости держат выше черноморцев. Но это не значит, что он победил в нашем рейтинге. И не тот адмирал, который отнимал Канта перед строем, является той самой фамилией и тем самым персонажем, скажем так, вернее. Потому что все-таки, будем откровенны, во всей этой истории присутствует такой несколько некрофильский оттенок. И вот эта скрепа была обнажена немножко не в ту сторону, не он. Но вот на секундочку вернемся еще к адмиралу. Это тренд сейчас, вот то, что он говорил, это абсолютный тренд, потому что хотят сделать тупость модной. И кое-где получается. И вот дальнейшее, оно уже очень типично для России, это вот история с аэропортами. Вы знаете, чем закончилась в Кенигсберге история? Вот оплеванный, отпенетрированный адмиралом. Кант, он очень долго лидировал в рейтинге. Там рассматривалось, чьим именем будет назван аэропорт. Но потом чья-то все-таки волшебная рука вмешалась, включила админресурс. Рука Всевышнего Отечества спасла. Елизавета Петровна, все нормально. Совершенно верно. И вместо чистого немца Эммануила, ведь там адмирал призывал за иноземца голосовать не дадим в нашем аэропорту. И вместо чистого немца Эммануила, там вперед вышла полунемка Елизавета Петровна. То есть отчасти, отчасти пожелания. Виталий Наумович. Ну, его супруга-то, ее матушка была то ли латышской крестьянкой, то ли сковронская, то ли эстонкой, то ли немкой. Никто уже, и она сама, главное, не помнит. И спрашивать бесполезно. И спросить уже не у кого. И спросить не у кого. Совершенно верно. Там никто не угадал, кто же продемонстрировал самую мощную скрепку. Нет, Оля? Кто? Никто не угадал? Я пока не знаю. А еще нет первого места? Я сама еще не угадала. Мы еще не добрались. Не адмирал, конечно. Я бы адмирал отдал. Нет. Вы его все время повышаете. Реальная победа, чистая, красивая. Я тоже не угадал. Причем, смотрите, вот когда я говорил про то, что нет приличных новостей, я знал, о чем я говорю. Потому что сейчас по всей стране эрегировалась нравственность. Она вот встала почти одновременно, всюду и у всех почти одновременно. И очень уморительно наблюдать за тем, как отекшие, испитые, набряклые, рожи шоу-бизнеса, сами отдирающие, сами многократно отодранные во все дырки, сегодня топят за целомудрие и приличие. Развратники, все алкоголики, матерщинники, истоскавшиеся, обессилевшиеся. Вот они все встали стеной за нравственность. Они потребовали цензуры, худсоветов, костров для неправильных постановок и книг. И все ждут теперь смертельного боя с матом. Возглавляет этот крестовый поход ваш друг Боярский, между прочим. Понятно, что... Ваш друг Александр Леонидович. Понятно, что, да, мы понимаем, как бы... В этом случае я москвич, они... Я понимаю, я понимаю корысть этой истории. Понятно, что все те, кто вдруг так топят за нравственность, они мечтают тоже помериться обломками и огрызками своих стариковских скреп. Ну, или, по крайней мере, так пукнуть в медийную лужу, чтобы о них помнили хотя бы там пару дней. Выяснить, кто круче из них из всех в этой борьбе за нравственность. Конечно, впечатление от публика производится совершенно дикое, потому что... Ну, напоминаю, опять-таки, это по вашей линии, это история. Вот когда гименопластика стала входить в моду, и когда появилась возможность восстановления девственности, первыми посетителями соответствующих салонов учреждений стали в основном проститутки из ближайших борделей, которые заняли к этим пунктам оказания медицинской помощи большие шумные живые очереди. А в радиоэфире они хвалили операцию и рассылали, значит, фотокарточки клиентам. Ну, вот примерно то же самое происходит сейчас в России. Зачем-то набросились на бедного Андрюша Малахова с его шоу, которое вообще специально было создано для удовлетворения самых низменных инстинктов публики, которое было всегда ориентировано на самую примитивную часть народонаселения. Оно никогда этого не скрывало. Именно на этом сделало свои рейтинги. Теперь и на него пошла атака. И вообще вот эти сегодняшние порождения гламура и шоу-бизнеса, а ведь в России что такое гламура и шоу-бизнес? Это такая кипящая месива из спермы, силикона, косметики, обрывков долларов. Вот все эти порождения прицепили себе розовые крылышки. Это, вероятно, такое восстание гламура. И, вероятно, Боярский, Бортко и все вот борцы за худсоветы и цензуры теперь хотят нас очаровать Оле интеллектом. Понимаете, да? Ну, прошу прощения, от Бортко я видела только одну цитату, которая сказала, что вообще идея хорошая, там молодец Миша. Да, совершенно верно. Но вы понимаете, что у этой публики очаровать нас интеллектом не получится, потому что благодаря, там, Волочковой, Собчак, Бузовой, мы знаем, что отфотошопить можно все, кроме мозга, да? Что это бесполезная затея. И что с помощью фотошопа можно решить проблемы кожи, можно починить осыпающиеся усы, можно удлинить ноги. Но, увы, вот фильтра, способного приукрасить интеллектуальный уровень, пока не изобретено. При том, что вот, как бы, идейные вдохновения... Что? Здесь ваш искусственный интеллект может помочь. Я тоже подумала про искусственный интеллект, который прям внедряется непосредственно в глаз. Да, совершенно верно. При том, что мы понимаем, да, откуда растут ноги у всей этой борьбы за нравственность. И идейные вдохновители этой борьбы, бородатые разносчики духовности, они тоже каждую неделю, теперь уже каждую неделю упорно садятся в лужи разной глубины, компрометируя их кампф наших гламурщиков личными примерами, весьма трагичными, да? В прошлом выпуске «Сред» я рассказывал о игумене и иеромонахе Милетии, директоре воскресной школы, который имел твердую, кстати говоря, репутацию, на самом деле почти святого человека, которому старушки со всей России ездили на поклонение, за благословением, за исцелением, более того. Но Милетий, наконец, приговор вынесен, Милетий осужден на 17 лет строгого режима за 87 эпизодов педофилии. Причем, Оле, я напомню, это произошло в Якутии, в Якутии, где нормальный топловой акт без паяльной лампы практически невозможен. А он каким-то образом отмочил 87. Это очень много о климате, да? Да, да. Это о климате, да, чтобы было понятно, паяльные лампы как используются. Вы как-то заинтересовались подозрительно. Нет, нет, я бы сказал, что это в климатических условиях. Да, конечно, да. И тут опять бабах, потому что ЗАГС завершился обыск. Помните, я вам рассказывал прелестную историю о специализированных американских дрессированных комарах, которые на территории Украины живут на специальных базах? По американской команде вылетают, кусают прихожан православной церкви, и они уходят, значит, к украинским еретикам. Это автор этой фантастической, я бы сказал, теоремы. Это некий Павел Метрополит, который является местоблюстителем Киева-Печерской лавры. И у него прошел обыск на днях. И помимо такой типичной для папа жлобской роскоши, безудержной жлобской роскоши, у него обнаружили и различные секс-игрушки. Причем, когда эти игрушки обнаружили, немедленно отозвались старцы по всей России. И они свое слово сказали, потому что у Павла нашли обычную вагину резиновую. И было заявлено, что вагина резиновая безгрешна, потому что в Евангелии сказано, тот, кто глядел на женщину с вожделением, уже прелюбодеял с ней в сердце своем. А про вагину резиновую не сказано в этой книге ничего. Но, в общем, как-то я бы сказал, что все-таки это свидетельствует о стандартной ориентации. То есть, в общем, можно сказать, сделан шаг вперед хотя бы в этом направлении. Поэтому действительно остается передать привет митрополиту Павлу. Но вдруг это все клевета? Нет, не клевета. Вдруг это все ужасные клеветы? Сказали, там женские платья нашли. Может, это было облачение? Я еще скрыл то, что там было и два больших единовых фаллоса, но это неважно. Я думаю, что если все-таки худшее случится, и митрополит Павел останется неудел, то он с его блестящей подготовкой мог бы начать издание на церковно-славянском журнала «Плейбой». Специальный такой иноческий вариант, который бы тоже наверняка пользовался огромным успехом. Вообще там все очень живенько на Украине. На старославянске можете все перевести к «Масутру». Да, конечно. Вообще там все очень живенько. Виталий Наумович, вот вы и займетесь. Там идет такая жесткая отшвартовка от РПЦ. Понятное дело, что, вероятно, Константинополь, ну, там надо понимать, что какую бы благовидную, благородную роль Константинополь сегодня не играл, но там такие же точно попы, которые, учуяв огромные платежные потенциалы Украины, поняли, что они, в общем, отдавать такой жирный кусок не хотят никому. И они сейчас делают все, чтобы эта украинская автокефалия была бы не полной автокефалией, а находилась бы в зависимости от Константинополя. Но на самом деле Украина здесь ничего не теряет, потому что действительно, ну, как бы, ведь что делает поместная, любая поместная церковь? Любая поместная церковь – это такие дилеры благодати, которые получают эту благодать у производителя и занимаются на своей территории торговлей этой благодати. Ну вот, если они были дилерами УАЗ, то теперь они становятся дилерами БМВ и получают товар, которым они могут торговать, то есть непосредственно благодать, из более авторитетных рук, непосредственно вот из той самой колыбели и родоначалия православия. В данном случае, если зависимость Украины от Константинополя и будет, то никакой для нее, в общем, ну, никакой серьезной радости нет. Вот я хотел бы еще успеть вернуться на секундочку к Боярскому. Нет, не он победитель, не он победитель в рейтинге на самый большой толстый скреп, нет. Но если бы мы проводили конкурс под Халим года, то победил бы точно Михаил Сергеевич, потому что он, конечно, офигительный, абсолютно непревзойденный под Халим. И вот прошлый, прошлый под Халим года, хирург, помните, был такой мотоциклист, он, конечно, со своим таким косноязычным попализательством, неуверенным он не годится даже в подметке Михаилу Сергеевичу, эпитеты, которыми Боярский награждал Путина в интервью Синдеевы, они восходят даже не к царскому самодержавию, даже не к атаманскому двору, а непосредственно к Древнему Египту, потому что такого я не слышал и вы, наверное, тоже никогда. Там и санцелики. У санцеподобных? Да, несравненный, божественный, номер один в мире, владыка Верхней и Нижней России, наполняющий реки, сильнейший из сильных бык Вселенной. То есть вот было перебрано все. Это было очень красиво, конечно, но немножко халтурно исполнено, потому что если бы Михаил Сергеевич ознакомился с тем, как делаются такие подхалимажи, он бы выяснил, что в Древнем Египте их полагалось сделать лежа, с легким упором в ладони, и эти слова нельзя было там небрежно полувыкрикивать, их надо было только шептать. Поэтому я полагаю, что все-таки предельно халтурно было это сделать. Что произошло с Боярским, непонятно. Медицина молчит, но в жизни, надо понимать, бывает всякое. Друзья мои, мы же помним, что у него вот этот, его тусклый сынишка в Думе, который штампует всякие кляузы и запреты. А мы знаем, что, в общем, работа депутата, она зависит от многих кремлевских, скажем так, слагаемых. И вполне возможно, что это подобострасти, этот подхалимаш связан с какими-то вполне такими житейскими, реальными причинами. В общем, жаль вам, Михаил Сергеевич. Мне его жаль. Я предлагаю вообще ему это простить и забыть, яко не бывшее. Но сын-то в Думе. Там у «Единой России», между прочим, они сейчас еще заповеди какие-то. Давайте вот Оля Маша... Про заповеди обязательно поговорим. Оля, да, сейчас мы заповеди. Дорогие мои, Виталий Дымарский, Александр Невзоров и Ольга Журавлева вернутся к вам после новостей. Отлично. Да. Вот... Ну что вам сказать, Лида? Давайте. Нет, давайте... Конечно, Невзоров, Невзоров, я вот не ожидал от Невзорова такой... такой неискренности, я бы сказал. Потому что сколько я вот мы с знакомым уже, и он всегда говорит, это ваша история, это не наука, это вообще черти что. Это... Нет, давайте от того, что она не наука, это ничего не знаю, она просто не наука. Не обязательно всему быть наукой. Он даже Елизавету Петровну знает. А он что нам рассказывал, про кого нам рассказывали, про императора какого? Я про многих рассказывал, неважно. Неважно, почему, почему вот так ее стремятся протащить в науке. Ну, не наука, много что не наука. Это не вопрос, да? Но наука не только дважды два. Нет, наука в основном, в основном дважды два. Но смотрите, ведь тоже история, забавная штука во многом. И мне тут просто пришлось объяснять недавно человеку, который задал очень сложный умный вопрос, что трудно было бы ожидать, трудно было бы ожидать изобретения консервного ножа, например, до изобретения консервов. И тут же я вспомнил, что, оказывается, была историческая блестящая версия, что консервный нож был изобретен задолго до консервов, потому что те злодеи, которые хотели лишить девственности орлеанскую деву, зная ее привычку ходить в доспехах, изобрели тот самый первый консервный нож, который является до сих пор одной из главных реликвий Франции. То есть, понимаете, со мной разговор на эти темы. Затевать... А вы говорите не наука. Совершенно, совершенно бесполезно. Да, нет, я думаю, что, кстати, мы еще вернемся. У меня пришла в голову одна мысль. К Жанни Дарк? Нет, мы вернемся не к Жанни. Мы вернемся к Михаилу Сергеевичу, потому что я вот пока мы с вами беседовали об истории, я понял. Сказать, я сказал, что там же «Единая Россия» принимает заповеди. Может, он в рамках этих заповедей это говорит? Сейчас мы обязательно об этом поговорим. Но у меня есть более интересное предложение. Просто его не имеет высказывать смысл так вот приватно. Даже в самой хорошей, теплой, симпатичной компании это надо делать в эфире. Я тогда курну полминуты, больше никого не люблю. Да, да. Нет, ну правда, я пытаюсь найти что-нибудь приличное, ничего не смог найти сегодня. Вот все такое, вот все, вот от всего пахнет какой-то... Причем, вот куда ни ткнись, куда ни сунься, везде, везде одно и то же. люди гадают, кто первое место за данный. 21.35, и снова с вами Ольга Журавлева из Москвы, а из Петербурга Виталий Дымарский и Александр Невзоров и снова, и снова. Мы здесь. Да, Оленька, слушай, мне тут в перерыве пришла в голову замечательная мысль, поскольку меня спровоцировала на нее Дымарский. Я думаю, что, конечно, вот эта вот волшебная метаморфоза, которая произошла с Боярским, ну, просто обязывает переснять трех мушкетеров, да? Ну, естественно, Д'Артаньян вступает в Единую Россию. Естественно, он тут будут в этой, в этой версии будут фигурировать... вступил в Единую Россию. Будут фигурировать подвески, но это будут не какие-то бриллиантовые подвески, это будут подвески Бентли, за которыми Д'Артаньян направляется на завод в Крю, чтобы привезти кряхтя эти подвески для президентского Ауруса, который не едет. Вместе с амортизатором. Это было бы замечательно. Но вообще, я хочу сказать, что вот эти разговоры про цензуру, это, конечно, ну, помимо того, что это чистый идиотизм, но вообще бы взрослым людям полагалось бы знать, что такое цензура и чем она опасна. Ведь дело же не в сиськах и не в мате. Понятное дело, что не всех, возможно, эти темы устраивают. Но мы прекрасно знаем, что цензурное пламя, разгоревшееся вот на таких маленьких и вроде бы виноватых примерах, как сиськи и мат, это цензурное пламя перекидывается немедленно на гораздо более серьезные вещи. Перекидывается на Сеченовых, перекидывается на Дарвинах. Вот простой пример, что такое цензура была в России, я приводил по Верещагину, когда русский царь, его современник, посмотрел картины Верещагина и сказал, что автор либо дегенерат, либо идиот, либо он клевещет на страну. И в течение 15 лет картины Верещагина не экспонировались. То есть, тоже все начиналось с очень невинных, очень таких, я бы сказал, оправданных, вроде бы, поток запретить что-то такое вот мелко безнравственное. Но мы знаем, что цензура сама по себе ненасытна и никогда не останавливается на всякой фигне. Она прет и распространяется дальше. Именно поэтому цивилизованное человечество от нее отказалось, а не потому, что кому-то охота терпеть мат или видеть чей-нибудь сосочек в эфире в конце концов. Ну вот, кстати говоря, да, мы заговорили, то есть, вот поймите, за цензуру могут топить те люди, у которых очень примитивный, очень ограниченный круг интересов, которым никак не повредит цензура, которых, ну там, футбольчик, понимаешь, Александр Ильич, я вообще не представляю себе, как может кому-то эта цензура вообще чем-то помочь. Ну вообще не представляю себе чем-то, которым бы она пошла на пользу. Ну она, возможно, возможно, вот эти вот рожи шоу-бизнеса, когда в очередной раз услышат слово, они не покраснеют, да, может быть, цензура в этом смысле их спасет от лишнего прилива крови к щекам, но цензура зато пройдется по более серьезным вещам непременно, и они... Да это элементарно, но они этого не понимают. Нужно будет закрыть нашу с вами передачу в первую очередь, правильно? Да, ну вот, коль скоро мы заговорили про единую Россию, про единую Россию, мы обязаны упомянуть, что единая Россия, которая то ли кончила, то ли началась свой сиест, она тоже отметилась, партия решила, партия единая Россия решила, не мешайте мне сейчас, ввести заповеди единоросса, которые именно так и должны называться заповеди, да, причем на роль Моисея, который высечет эти заповеди на какой-нибудь подходящей поверхности, там, вроде щеки Валуева, насколько я знаю, идет кастинг, и не факт, что этим Моисеем будет Володин, сами заповеди единороссов, которые уже выработаны, они, конечно, потрясающие, абсолютно и уморительные, самые актуальные были, секунду, сформулированы первые, я полагаю, что вот в зале, где состоится собрание, должны в 3D засверкать молнии, сгуститься облака, и голосом Путина, конечно же, только должны будут зачтены эти заповеди, не держи за лобок ближнего своего перед избирателем своим, а вот это они исключили, тогда будет заповедь, азамьеснь президент твой, да не будет у тебя иного президента, кроме меня, и вот это, я полагаю, что это будет главный, единственный, а за лобок исключили? Исключение, сказали, что это не важно, харассмин слишком интимная и вообще другая тема, мы об этом и говорить не будем, главное, они запретят оспаривать и выступать против решений партии. Это прекрасно, это тоже прекрасно, так же личная скромность и сдержанность. Личная скромность и сдержанность, а вот насчет не ковыряй в ухи у товарища своего перед избирателем своим и в других физиологических отверстиях, такого нет, да? Нет, там говорится скорее о том, что не надо обижать избирателя своего, демонстрируя свои успехи в финансовом смысле, как бы вот на это намекать, не надо оскорблять избирателя, прям так вот показывая, что у тебя жизнь удалась. Ну, понятно, что, как видишь, они немножечко меняются, они пытаются соответствовать различным изменениям настроений, которые чувствуются, и вот, например, вот вся та массированная атака на рэп, которая была предпринята в течение этого месяца, Это та же нравственность. Да, 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 она чуть подзахлебнулась, и мы слышим, что Кремль запел другую немножко песню устами в данном случае пропагандона Ксилева. Пропагандон, это не обидно, это обозначение, ну, как генерал, как полковник, как там лейтенант Ефрей, брендмайер. Соответствует вице-адмиралу, я думаю. Да, есть вице-пропагандон, совершенно верно. Есть полный, есть пропагандон, полковник, то есть там роли распределены. И вот от Кремля прозвучал такой привычный брачный зов, призывный брачный зов, он созывает рэперов под крыло и хочет с ними дружить. Это бессмысленное. И даже будут дружить, кстати. Да, 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 но это бессмысленное. Так, Рома Жиган примут участие в заседании молодежного парламента при Госдуме. А фараон? Это классно. Сам Рома Жиган придет в Госдуму. Это классно, это классно, но это абсолютно бессмысленное. А фараона не позвали? Нет, фараон, по-моему, там не будет. Насколько я понимаю, это совершенно бессмысленная затея, потому что как только рэпер зашкваривается, а он при любом контакте с властью зашкваривается, он сгорает и перестает представлять интерес даже своей публике. Ведь рэп это протестная штука не только по форме, но и в обязательном порядке, в том числе и по содержанию. А вот халуйского рэпа, ватного рэпа, его много, но он, в общем, нафиг никому не нужен, потому что сила рэпа в его навигне. А вот, кстати, все, что мы любим, исполнитель заменил слова секс-наркотики на кекс-компотики. Компотики? Сейчас очень строгий контроль за всеми, за тем, что мы говорим, что исполняем. Сейчас мы исполним одну из самых веселых песен о нашей молодости и глупых поступках, сказал рэпер перед исполнением трека. И вместо секса и наркотиков предложил кексы и компотики. За шквар, Александр? Ну, конечно, за шквар, но мы посмотрим это. Мы же не их аудитория. Вот это издевательство. У нас здесь очень робкие права голоса. Настоящее право голоса у его референтных групп, которые либо его бросят, либо, ну, скорее всего, бросят, потому что, в общем, насколько я понимаю, вот эта продвинутая современная молодежь с этой властью ничего общего иметь не хочет. Мы же понимаем, что несмотря на вот эти странные книгсыны в сторону рэперов, несмотря на изображение себя более-менее цивилизованными людьми, что все равно им не удается в Кремле тем немногим здравым людям пересилить то черносотенное крыло, которое хочет видеть мир отсталым, страдающим и который уверен в том, что основная задача сегодня это в России 21 века построить Россию века 19, да, и несмотря вот на 17, 18, чтобы им было совсем удобно изолировать и превратить Россию в разваленную посмешище, да, они вот, просто мне интересно, как они видят свою победу в случае торжества своей идеологии, вот как это должно выглядеть, понятно, что вот в этой православной пустыне все бьют земные поклоны, в тюрьмах всех беспрепятственно пытают, никто не осмеливается пикнуть, попы, а в школах что делают? попы совершенно беспрепятственно педофилируют, насаживая там на скрепу сразу по 10-15 детишек, заседают все время худсоветы, во главе каждого из них боярские, эти худсоветы периодически погоняют нагайками казаки, все молчат, кланяются, целуют ржавые ракеты, молятся и стоят в благодатных очередях за лучинами и читают Прилепина и Проханова. Вот это вот та картина, да, это та картина, которая, вероятно, ожидает Россию в случае победы державников, это как раз их идеал, да. А вы про рейтинг не забыли? Нет, я про рейтинг не забыл, я все жду, может быть, кто-нибудь блеснет. Может, премию какую-то, а мы не знаем. Аристиан Глебович, я хотела, вот по поводу вашей картины, которую они, по идее, должны рисовать в голове, хотела вас спросить, а разве уже частично это все не состоялось? Вот тот же МХАТ с Завлитом Прилепиным, это не часть этого мира, мечты? Я не знаю, часть ли это мира мечты, мне, честно говоря, абсолютно безразлично, что происходит. Он только что Завлитом работал, простите, на Донбассе, Да, совершенно верно, но я думаю, что он перенесет свой опыт туда, в МХАТ, и каким-то образом его театрализует, потому что вся эта роль Прилепина, это понятное дело, что театральщина и постановка, по счастью, здесь нет никакой искренности, и нет никакого, я думаю, что попав в нормальную, более-менее нормальную среду, он сам изменится, потому что все это всегда делает среда, мы видим вот среду Кавказа, мы поняли, что Кадырову надо, чтобы перебрать в дворце, нужен ровно, по-моему, 51 миллион рублей, да? Да, что-то в этом роде, там цветочки надо поливать, там надо, совершенно, да, повозить бытовые отходы, мыть фасады зданий, да, это все обойдет 51 миллион. И при этом нужно быть в возрасте от 18 до 40 лет, там очень сложные условия, конечно, дорого стоят. Но вот это не так смешно, как смешно то, что, в общем, абсолютный деспот, будем называть вещи своими именами, деспот Кадыров, он, например, возмутился деспотизмом Порошенко, который запретил проезд на территорию Украины взрослым мужчинам из России, да, при том, что, замечательно, как Кадыров выразился, он сказал, что нарушены права человека, Кадыров заговорил о правах человека, понятно, что с точки зрения Кадырова у человека есть два права, это право зарезать и право быть зарезано, и вот эти два права, и поехать на Украину, да, вот эти два права за посетителями Украины, вероятно, хорошо знают украинцы, которые уже понаблюдали осуществление этих прав русскими на Донбассе во время так называемой войны, но во время так называемой, как ее, гибридной называют, абсолютно неверный термин, который всех уводит в сторону от смысла и всех сбивает, конечно, никакая не гибридная война, это в чистом виде марионеточная война, и это было бы гораздо более точным, гораздо более корректным, потому что когда все российские подданные осуществляют те или иные бандитские действия с согласием своего государства на территории другого государства, которое прикидывается, что оно ни при чем, конечно, это марионеточная война, но, кстати говоря, никто не угадал, кто же показал самую мощную скрепу, мне показалось, что неоднократно была упомянута Чичерина, знаете, что она рассказывала как раз про Донбасс? Чичерина наплела про биатлонисток вот этих прибалтийских, Чичерина наплела какой-то мути, который мы даже не знаем. Здесь есть кандидаты, Мединский, Михалков. Мединский, ну слушайте, Мединский, что бы ни показалось, все равно эта скрепа не будет убедительной, потому что вы представьте себе Мединского с обнаженной скрепой, кто на это будет смотреть? Нет. И более того, это не... Михалков. Нет, нет, нет. Нет, более того, это даже не казачество. Это даже не казачество, хотя оно собралось в ХХС и очень собралось пафосно, протрубило о создании Всемирного Всероссийского Казачьего Союза, тут же присягнуло пафосно и шумно в верности всем сегодняшним идеалам России, но вот оно скрепу не показало. Оно скрепу не показало. А вот еще? Потому что оно помнит... А вот еще предложение? Нет, нет, нет. Оно помнит, что у нее со скрепой еще не до конца свелась татушка со свастикой, потому что мы помним, как во Вторую мировую войну, мы помним, что такое были казаки-панвица, мы помним специальные дивизии казачьи СС, мы помним 300 или 400 тысяч казаков, которые воевали вот как бы по зову сердца воевали на стороне Гитлера. И они тоже догадываются, что об этом кто-нибудь помнит, поэтому скреп они не показывали. Вот что самое удивительное, такой скрепой могла бы быть, если бы не было более сильного конкурента у нее, могла бы быть одна совершенно волшебная история, вот кто на этой неделе показал самую большую скрепу. На самом деле вот почти вырвался в финал, почти победил Пол Буссен, это командир эскадрильи Б-52, 69-й бомбардировочной эскадрильи США, который воюет против ИГИЛа. Там что придумали эти американские бомбардировщики, участвуя в боевых действиях против ИГИЛ, самолет Буссена всегда выбирал такой маршрут, чтобы на радарной системе там есть такая радарная система Коннект, и все движения самолета они становятся рисунком. И вот чтобы на радарной системе Коннект в любом случае, ты можешь открыть интернет, там это представлено, в любом случае как бы не летел бомбардировщик Пола Буссена появлялся пенис. Конечно, на самом деле это могло бы быть той самой, это был многокилометровый пенис, к сожалению, американские ханжи его из армии уволили, никто не оценил, а он шел на все, он шел под огонь, под ракеты, лишь бы добиться вот этого на экранах штабных радаров этого сказочного рисунка. Но это не он победитель, настоящую скрепу... Александр Глебович, а можно еще предложение? Может быть, это МВД? Нет, нет, это не МВД. закупит 30 тысяч пар наручников на сумму более 26 миллионов рублей, наручники системы нежности. Система нежности, это прикольно. Мы знаем, да, на примере Уфы, мы знаем, что они любят нежность, это типичная скрепа, но настоящую скрепу показали французы своей власти. Вот это действительно да, вот они переломили... Это фитиль называется. Да, идиотское решение по поводу повышения цен на бензин. Вот это действительно скрепа, это мощь, да, потому что это напоминание власти о том, что люди имеют право на протест, именно право, и о том, что власть обязана безропотно предоставлять гражданам все возможности безопасного протеста, а не трястись, отгораживаясь от жизни, от правды стенами из гвардейцев или какими-нибудь другими механизированным дерьмом. Вот это действительно правда, да, потому что у нас понятное дело, что она вызвала шок, понятное дело, что ее будут принижать теперь всеми способами, но это красивая скрепа, которую народ показал так называемому своему правительству. И скрепа достойная нашего с вами внимания и в известном степени снимания шляп. Кстати говоря, извини, Воль, наши каналы очень нехотя показывают. Совершенно верно. Я поняла, что уже правительство пошло на уступки, но желтые жилеты в ответ сказали французское правительство. И желтые жилеты сказали, что они тем не менее будут продолжать протесты. Ну, протест штука увлекательная. Французы, народ темпераментный, увлекающийся. Поэтому, я думаю, там все будет в порядке. А у нас, к сожалению, будут выставлять очаровательные... А у нас тоже остановили рост цен на бензин до февраля, по-моему, или до марта. Да, но только... И что, он остановился? Нет, он не остановил, его остановили, но он не остановился. У нас все происходит загадочно квантовым образом, когда все возможно и невозможно одновременно. У нас совершенно... У нас все, вот, на самом деле, у нас все из этой оперы, потому что пришел вопрос, почему я забыл про красавицу Волочкова, например. Во-первых, я не забыл. Во-вторых, невозможно, говорить о Волочковой, не подорвавшись на какой-нибудь очередной пикантности. А я понимаю, что на сегодня и так много, но тут опять, да, мы видим, что Волочкова продемонстрировала очередной огненный шпагат. Он действительно очень интересно выглядит. Она садится... У нас на Ютьюбе написали, что скрепа и садится прямо в снег. Да, нет, там интереснее, там гораздо... Оля, там гораздо интереснее. Обнаженная Волочкова садится в шпагате на сугроб. Оля заразилась. И сугроб исчезает. Вопрос, имеет ли смысл закупать Волочкову... Для коммунального хозяйства, например, Петербурга, какова ее сугробоемкость? Сколько сугробов... Она ведь когда-то баллотировалась в мэры, а вот ее не взяли? сугроб не был растоплен. Сугроб был поглощен. И это очень важный момент. Но я бы все-таки... Пока я думал, что все-таки ну 3-4, ну 5 сугробов, но вряд ли больше, да, поэтому... я бы не рекомендовал городским властям Петербурга производить... То есть такая снеговоуборочная машина? Я злой, я не злой абсолютно. Снеговоуборочная машина? Вот кто злой, это Песков. Очаровательнейший, обаятельнейший Песков, который, отвечая на вопрос о российской бедности, он говорит, ну вы же понимаете, да, что у нас оборона такой страны это очень дорогое удовольствие. Поэтому мы бедные. Но мы знаем, что на Россию пока единственный, кто напал за все это время, это был украинский баркас под названием Новые ворота. Больше защищаться абсолютно не от кого. Ну он правда добавил, что... Вот вы смеетесь, а там солдаты НАТО прямо уже толпятся на границе. Они уже толпятся, но напал-то только баркас. И более того, там еще очаровательно прозвучало, ну вот потом же войны, да, войны, которые подрывают и разрушают. Правильно совершенно. Россия явилась инициаторшей такого количества бессмысленных, разорительных и трагических для себя войн, что афганская, что чеченская, что донбасская, что сирийская. Потом выяснится, что все эти войны были никому, ни за каким чертом не нужны, но действительно стоили триллионы. Это помимо крови-то, да. А мы сейчас пересмотрим в Государственной Думе отношения к этим войнам. И окажется, что они были нужны, что они были очень важны и страшно выгодны. Нет, не пересмотрим, потому что вот они очень все любят товарища Сталина, да, они очень любят мнение Сталина по разным вопросам. И вот я попросил прислать мне цитатку, и это Сталин, да, который говорил, что история Сталии России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы, били турецкие беки, били шведские феодалы, били польско-литовские паны, били англо-французские капиталисты, били германские, японские бароны, били все за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били, потому что это было доходно и сходило безнаказанно. И это придумал не какой-то русофоб. Это слова их любимого Сталина. Жалко, что Песков эти слова, говоря о разорительности войн, которые зачем-то за каким-то чертом начинает Россия, не привел эту цитату. По-моему, это была цитата из речи Сталина на первом съезде каких-то хозяйственников. Ну, здесь наш съезд без хозяйственников надо завершать, к сожалению. Увы, без хозяйственников. Спасибо большое. Я только раздухарился. Виталий Дымарский, Александр Невзоров и Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго. Пока. Да. Курим, ругаемся матом, да. Да. Да.